Эти смартфоны, которые производят в Уганде, первыми в мире оборудовали функции измерения температуры тела. Для этого используют инфракрасный датчик. Исполнительный директор компании говорит, что на разработку устройства потребовалось четыре месяца. И добавили эту функцию, чтобы помочь в борьбе с COVID-19. «Во время обсуждений мы решили сделать упор на главный компонент, который люди всегда учитывают при определении коронавируса – это температура тела». Самые распространённые симптомы COVID-19 – жар, сухой кашель, затруднённость дыхания и слабость. Эксперты говорят, что регулярное измерение температуры тела снижает риск распространения вируса. Но это не единственная мера, которая может помочь, поскольку многие переносят болезнь бессимптомно. Разработчики говорят, что новые смартфоны будут эффективнее обычных электронных термометров, поскольку их не нужно постоянно настраивать. «Это термометр, который встроен в ваш телефон, и он может сам произвести калибровку. Если он подключён к интернету, то сам корректирует все настройки». Главным недостатком телефона является его цена – около 100 долларов. Не все в стране могут выложить такую сумму. «Очень много угандийцев не могут себе позволить купить телефон за 100 долларов. Но, как я сказал, мы хотим в партнёрстве с правительством и Министерством здравоохранения, обсудить, как власти могут нас поддержать и снизить цену на телефон». Стоит отметить, что электронные термометры для измерения температуры в Уганде стоят ещё дороже. На пике эпидемии их продавали вообще по 400 долларов. Теперь цена снизилась до 250. На фоне экономического кризиса в Венесуэле, на который наложилась пандемия коронавируса, всё больше местных жителей лишаются базовых коммунальных услуг. В том числе доступа к водопроводной воде и электричеству. Недавно группа жителей Каракаса, столицы страны, самостоятельно соорудила систему, которая доставляет воду из заброшенного тоннеля в пригороде. «Мы работаем над проектом по извлечению воды из этого тоннеля. Уже несколько стран делают то же самое. Мы доставляем питьевую воду отсюда в наши общины». Для этого потребовалось 1300 метров шлангов. Кроме того, все жители скинулись по 10 долларов на расходные материалы. «Я встретилась с людьми и представила свой проект. Они его одобрили. Мы нашли в тоннеле много шлангов. Решили взять эти шланги и использовать их при создании системы, чтобы люди могли получать воду». «Мы должны благодарить Бога за то, что у нас есть этот колодец. Если бы его не было, то было бы сложно достать воду. Спасибо также людям, которые доставали шланги и устанавливали их. Надеюсь, что весь район Катиса получит воду. По крайней мере, она появится у тех, у кого раньше её не было». Согласно исследованиям, 73% населения Венесуэлы получают воду с перебоями. Пятая часть страны последнюю неделю жила вообще без воды. А регулярный доступ к чистой воде имеет лишь чуть более 7% населения. В течение многих лет венесуэльцы получали газ и воду по копеечным ценам благодаря субсидиям социалистических властей. Однако теперь, когда экономика страны погрузилась в глубочайший кризис, поддерживать минимальные цены стало невозможно. Кроме того, водопроводы и очистные станции много лет были в запустении и должным образом не ремонтировались. Тем временем сам президент Николас Мадуро говорит, что вода не поступает из стратегического хранилища якобы из-за саботажа. Фитбалулука ловит рыбу в озере Рудольф на севере Кении сколько себя помнит. Говорит, что в самом большом в мире пустынном озере когда-то было полно нильского окуня. Но сегодня его численность резко сократилась. Местные общины рыбаков, которые зависят от запасов водоёма, а также природозащитники, считают, что всему виной огромная гидроэлектростанция Гиль-Гиль-Гиба-3, которую строит Эфиопия на реке Ома. А эта река на 90 процентов питает озеро Рудольф водой. Жители района близ озера говорят, что влияние дамбы разрушительное. «Раньше нильский окунь здесь был величиной с человека. Теперь рыбу такого размера не найти». Экологи говорят, что жизнь возле озера стала очень тяжёлой. «Иногда озеро начинает резко высыхать, рыбы нет. Иногда оно разливается. А это означает, что людям, которые живут на берегах, нужно переезжать». Эксперты также отмечают, что люди уже начали ожесточённые стычки за запасы в озере. А многие его участки входят в национальный заповедник. Тут обитают ценные популяции крокодилов, гиппопотамов и змей. Также это место гнездования перелётных птиц. Люди призывают правительство Кении начать переговоры с Эфиопией и договориться о том, чтобы честно разделить ресурсы. Эфиопия стремится стать главным африканским экспортером электроэнергии. Она строит ещё одного гиганта на реке Голубой Нил под названием Гэсхидасе. Египет очень обеспокоен этим проектом. Он опасается, что Нил из-за него станет менее полноводным, а от него зависит жизнь тысяч египтян. Южная Корея намерена продлить карантинные ограничения. Три дня подряд в стране регистрируют более 100 случаев заражения COVID-19 за сутки. Такое происходит впервые за последние пять месяцев. По данным на 17 августа, количество новых случаев достигло 197, большинство выявлено в Сеуле и в густонаселённой провинции Кюнгидо. При этом власти опасаются, что причиной второй волны эпидемии могут стать прихожане Пресвятерианской церкви Саранг-Джейл. Из двух тысяч верующих, прошедших тестирование, более 300 оказались заражёнными. При этом руководство церкви не дало полного списка прихожан. Ухудшить эпидемиологическую ситуацию могли и недавние антиправительственные протесты прихожан, организованные священником-активистом. «Если на этой неделе ситуация с количеством новых заражений не стабилизируется, правительство продолжит ужесточать карантинные меры. Мы обяжем закрыть объекты с высоким риском распространения вируса». Власти также запретят собираться в помещениях группами больше 50 человек, а на улице смогут собираться одновременно не более 100 человек. Общее количество заражений COVID-19 в Южной Корее превысило 15500 случаев. Умерло 305 человек. Во втором квартале этого года ВВП Японии сократился до рекордно низких показателей из-за мер, призванных остановить распространение коронавируса. Так в апреле и мае произошёл крах в сферах потребления и экспорта. Это оказывает давление на правительство, от которого ждут более решительных мер, чтобы экономика страны не погрузилась в ещё более глубокую рецессию. В период с апреля по июнь третье повеличение экономика мира сократилось на 27,8% в годовом исчислении. Это самый большой спад с 1980 года, когда были получены первые подобные цифры. Главный удар пришёлся на внутреннее потребление. Здесь спад составил рекордные 8,2%. Это объясняют карантинными мерами. «Когда в квартале с апреля по июнь ВВП резко сократился, то в апреле и мае мы объявили чрезвычайное положение. Мы искусственно прекратили экономическую деятельность. Результатом этого и стало такое негативное влияние». Объёмы экспорта сократились на 18,5%. Особенно сильно пострадала автомобильная отрасль, включая такие японские компании, как Мазда и Ниссан. Что касается объёмов инвестиций, то здесь ожидали большего спада в 4,2%. Однако по факту он составил лишь 1,5% благодаря стабильным вливаниям в разработку программного обеспечения. «Мы продолжим прилагать все усилия, чтобы экономика после резкого падения в апреле и мае снова вернулась на путь роста». Министр экономики отметил, что в последнее время наблюдаются признаки восстановления в некоторых отраслях. Так постепенно восстанавливается внутренний рынок потребления. Трагедия на юге Пакистана. В провинции Синт потерпела крушение лодка, перевозившая людей. Погибло не менее 10 человек. «Там было две девочки, 3 и 10 лет. Остальные погибшие женщины разных возрастов. Лодка перевернулась. Тела десятерых погибших сначала отправили в больницу Макли, а потом сюда». Инцидент произошёл на озере Кинджар, примерно в 135 километрах от столицы Карачи. В лодке плыла группа женщин с детьми. Как сообщается, они возвращались после посещения святыни, расположенной посреди озера. По данным местных СМИ, причинами крушения стали перегруженность судна и сильный ветер. В спасательной операции участвовали военно-морские силы Пакистана, задействовали водолазов. Троих человек удалось спасти живыми, они были без сознания. Озеро Кинджар популярно у туристов. Оно находится в 36 километрах от старинного города Татта. На озеро приезжают из Карачи, Хайдарабада и других крупных городов поплавать, порыбачить, покататься на лодках или устроить пикник. В Бразилии индейцы перекрыли крупный автомагистраль. Так племя Каяпа хочет добиться от властей дополнительных ресурсов для борьбы с коронавирусом в амазонском регионе, а также компенсаций за загрязнение окружающей среды в результате строительства этой дороги. «Здоровье для нас очень важно, и сейчас мы в опасности. На наше здоровье влияют проблемы защиты Амазонии и трасса BR-63». Эта трасса очень важна для экономики страны. Она связывает крупнейший сельскохозяйственный штат Мату-Гросу с важными экспортными воротами – портом Меретитуба. Из-за протеста индейцев гружённые грузовики выстроились в очередь длиной в три километра. «Мы не готовы к блокировке дороги. Я поддерживаю причину их протеста, но не согласен с перекрытием дороги». На следующий день индейцы открыли движение, чтобы пропустить грузовики с кукурузой. Однако обещают снова заблокировать проезд в ближайшее время. Каяпа живут в близлежащих индейских резервациях. Они утверждают, что строительство дороги, которую они блокируют, принесло в их деревне много болезней, и сейчас у них не хватает ресурсов, чтобы противостоять коронавирусу. «Оппозиция Беларуси объявила о создании Совета по мирной передаче власти. Через него она хочет начать диалог с властями страны. Главная задача нового органа – добиться отставки президента Александра Лукашенко, которой у власти уже 26 лет. После его переизбрания на шестой срок в Беларуси вспыхнули протесты». «Координационный совет является единым представительным органом белорусского общества. Он создан, создаётся и будет функционировать по инициативе Светланы Тихановской, с целью организации процесса передачи власти и обеспечения согласия в обществе». Сама Светлана Тихановская, которая была главной соперницей Лукашенко на выборах, была вынуждена уехать с детьми в Литву. Как она сказала, под давлением со стороны органов безопасности. Теперь она хочет вернуться. Её муж остаётся в заключении. «Координационный совет действует на основании основополагающих принципов Конституции Республики Беларусь. Он не ставит перед собой цель захвата государственной власти неконституционным путём». Сам президент сказал, что на западные границы страны уже были направлены войска. Их привели в полную боевую готовность. А создание совета для передачи власти он назвал попыткой государственного переворота. «Во-первых, создали в стране некий оппозиционный штаб для передачи власти. Они нам подкидывают другую сторону и требуют ни много ни мало передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно. Это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями». Между тем, за поддержку протестного движения уволили директора национального академического театра имени Янки Купалы, старейшего в Беларуси. Ранее Павел Латушка был послом Беларуси в Польше, Франции и Испании, а также спикером Министерства иностранных дел. «У нас главная цель – достичь консенсуса в обществе на единой платформе. И эта единая платформа может быть основана на целом ряде принципов, но мне кажется, что главными из них является закон и неприменение силы». Вслед за Латушка уволилась вся театральная труппа. «Мы понимали, что, скорее всего, пострадает первый директор. Он вышел. И поэтому мы сразу договорились – заберут и уволят директора, мы уходим вслед за ним. Но это не значит, что мы прощаемся с театром и мы уходим из театра. Это ни в коем случае не побег. Это наше движение дальше. Это мы пытаемся дальше доносить нашу позицию». Протесты в Беларуси продолжаются не только на улицах. Работники госпредприятия объявляют забастовки. Среди них – фабрики, которые раньше считались бастионами поддержки Лукашенко. Несколько минут казались вечностью. Таковы воспоминания ливанского дизайнера Эли Сааба о смертоносном взрыве, который прогремел в Бейруте 4 августа. В тот момент, 56-летний модельер стоял на пороге своего дома. А недалеко в его ателье трудились 200 работников, включая его сына. «Я увидел сына всего в крови и не мог в это поверить. Я сказал себе, что хотя он и ранен, но, слава богу, уцелел. На его голове и руках были порезы. Прошло 15 минут, но мне казалось, что они тянулись два дня». В результате взрыва в порту 178 человек погибли, около 6000 были ранены. Сааб-младший говорит, что были серьёзно повреждены их предприятия в центре Бейрута и дом в нескольких сотнях метров от порта. «Мы видели разрушения в доме, обломки, людей на улицах, которые не знали, что делать, машины. И мы не понимали, произойдёт ли что-то ещё. Мы звонили и узнавали, всё ли в порядке. Нам говорили, что кто-то погиб, кто-то ранен или пропал без вести». «Это напомнило гражданскую войну. Тот же запах, та же грязь, те же разбитые стёкла. Мы не хотели к этому возвращаться. Было бы лучше без этого». При этом дизайнер говорит, что не собирается покидать Ливан. Он планирует трудиться, чтобы успеть подготовить коллекцию к сентябрьским показам в Париже. «Слава Богу, мы живы и нам нужно продолжать. Нельзя останавливаться. Нужно включать амбиции и каждый день принимать, как вызов. Нельзя остановиться и расслабиться». Помимо предприятий Сааба, взрыв разрушил магазины и ателье ещё двух ливанских дизайнеров – Зухаира Мурада и Рабиха Кайруза. Последний также был тяжело ранен. Лидеры мятежников в Мали призвали людей вернуться на работу. Днём ранее они арестовали президента Ибрагима Бубакара Кейту и премьер-министра страны Бубусисе. Их вынудили уйти в отставку. Глава государства также распустил парламент. Перед малийцами в телевизионном обращении выступил представитель так называемого Национального комитета спасения людей. «Комитет призывает население спокойно заниматься своими делами и просит восстановить деятельность. Комитет призывает служащих завтра вернуться на работу и заверяет людей, что были предприняты все меры, чтобы защитить работников, их собственность, а также места их работы». Как предполагается, к мятежу военных привело недовольство коррумпированной властью, плохим экономическим управлением и ростом насилия в некоторых регионах страны. Всё началось на военной базе Кати в 15 километрах от столицы Бамако. Возглавили восстание заместитель командующего базы полковник Малик Диау и генерал Садио Камара. Начав перестрелку и захватив своё начальство, они двинулись на столицу. Перевороту предшествовали недели многотысячных антиправительственных демонстраций. Тем временем лидеры мятежников уже начали переговоры с главами министерств, чтобы обсудить дальнейшую работу правительства. Они также встретились с лидерами протестного движения. Мятеж осудили представители Африканского союза и экономического сообщества стран Западной Африки. Также восстановить законное правительство призвал генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. Где удерживают бывших президента и премьер-министра неизвестно. Предполагается, что они находятся на военной базе Кати. Мятежники обещают в ближайшее время провести в стране новые выборы. Мятежники обещают в ближайшее время.